И мне выпала большая честь поделиться своим опытом, своим знанием, как же сделать так, чтобы бизнес ваш сегодня встал на правильные рельсы, и вы начали делать правильные шаги, которые приведут вас к успеху. Я вижу очень много своих партнеров в чате, вижу партнеров с параллельных структур, которыми мы тоже знакомы. Честно, всех рады здесь видеть. Но давайте я все-таки представлюсь, потому что, возможно, здесь присутствуют новички, которые меня не знают. Меня зовут Олег Селезнева, я являюсь первым мастером компании Армель и живу я в городе Оренбурге. Вот так. Всех люблю. Всем добро пожаловать на сегодняшний вебинар. Как вы видите, сегодняшняя наша тема звучит так, приглашение на встречу. Наверняка в этом чате, спасибо Мария большое, наверняка в этом чате сегодня присутствуют люди, которые только-только присоединились недавно к бизнесу и, возможно, еще даже не начали отрабатывать свой список и приглашать людей. Скажите, есть какие-то сегодняшняя наша аудитория, кто начал бизнес, зарядился идеей, но еще не приглашал по каким-то либо причинам? Да, да, есть. Отлично. Я думаю, я так надеюсь, что сегодняшняя школа вам будет очень полезна и по большей степени она будет адресована именно вам. Также я думаю, что в этом чате присутствуют люди, которые уже приличное время в компании, им в принципе все нравится, нравится продукт, нравится идея, но вот как с приглашениями у них слабовато, слабовато. Наверняка есть какие-то страсти, кто-то хочет, но боится начать, кто-то думает, да, смогу ли я, да, я лучше вот потом когда-нибудь, но только не сейчас. Есть такие в чате? Я думаю, что сейчас ответов «да» будет еще больше. Так, жду обратную связь. Ага, это точно, сказал Ксения, да-да-да. Почему я об этом так с уверенностью говорю, друзья? Да потому что сама была когда-то такой же. Мы всегда думаем, ой, звонить, о боже мой, сейчас опять меня будут посылать, сейчас меня будут вообще, что обо мне подумают. Вы знаете, самый основной момент, который нам не дает что-то начать делать, это наши собственные убеждения и решения за тех людей, которым мы собираемся звонить. Решение такое, что, ой, этому сегодня не надо, а это пользуются дорогими духами, она меня вообще сейчас не поймет. Ой, это меня когда-то вообще поставило на лопатки, я другую компанию начинала, и я теперь вообще к ней боюсь подходить. Вот, а те, с кем я работаю, господи, они еще смеяться за мной начнут. Нет, я лучше вот как-нибудь, вообще по-своему. Есть такой момент? Кто узнает себя сейчас? Не бойтесь быть открытыми, друзья. То, что вы сейчас признаетесь сами себе, мне признаетесь. Поверьте, вам облегчит этот дальнейший путь, вы избавитесь от этих комплексов. Да есть такие. Знаете, я вижу партнеров, которые погоду в команде, да, и молодцы, что вы сами себе сейчас признаетесь в этом. Вот сегодня, я думаю, к концу нашей школы вы поймете, что звонить, приглашать навстречу, это, знаете, как, не знаю, выпить чашку после сутра. Это вообще не страшно, это вы поймете, для чего вам это нужно. И самое главное, вы будете знать, как это сделать. Вот когда у вас все сомнения развеются по полочкам, да, я думаю, что не будет повода не делать. Согласны? Я настроила вас на боевой дух? Отлично, отлично. Вот, еще давайте сразу, давайте с вами рекламент озвучим. Я вам буду давать информацию по слайдам, наверняка у вас будут возникать вопросы, но давайте так, чтобы мне не отвлекаться в чат, не сбиться с основной мысли, в конце эфира я спрошу, есть ли у вас какие-то вопросы, и я смогу отработать эти моменты. Договорились? Итак, почему именно эта тема, да, почему именно приглашение? Да потому что с приглашения именно все и начинается, с решения поднять трубку, да, с решения купить большую толстую сутрацию, начать писать список, начать пополнять список. Все начинается, друзья, именно с постановки цели. Вы знаете, когда у вас в голове будет четкая фокусировка, вообще для чего вы пришли именно в компанию Армей, рассмотрели эту индустрию, когда вы будете видеть четкий план, да, вот эту картинку, что происходит с вами через какое-то время, вас будет это подбегать к определенным действиям. У вас должна быть такая вот постоянно жужжащая причина просто это сделать. А многие из нас с вами живут по такому сценарию, что ну ничего страшного не произойдет. Если я сегодня пять звонков делаю, то ничего же страшного не произойдет. Ну я завтра так же пойду в магазин, куплю себе покушать, приду, платирую, у меня есть пота, у меня есть привет, да, то есть, ну ничего такого не произойдет, понимаете? А вот я когда начинала, когда меня наблюдала ситуация делать по 20 контактов в день, я понимала, что если я это сегодня не сделаю, если я не покажу сама себе, если я не достигну вот этой вот жужжащей причины, да, точки отрывной, которую я перед собой ставила, завтра мне нечем будет покормить детей, не столько мне дверь не постучится и не скажет, вы сейчас находитесь в трудной финансовой ситуации, вот вам одежда, вот вам лучшие игрушки, но даже если бы это было, друзья, честно, это так неприятно, наверное, себя ощущать, да, вот жить на подачках. Вы знакомы то, о чем я говорю? Проскользнула у вас, как мы любим говорить, жетон провалился, что вот действительно у нас нет видения, когда мы садимся кого-то приглашать, или, например, вот спонсор сказал, бери тетрадку, садись, пиши, и будем приглашать на встречу. Вы просто исполнительно делаете, ну, потому что так надо, потому что мне сказали, вот, а в голове мысль, что, ага, вот это я, ну, чего я ей буду звонить, у нее лишних денег нет, там, не знаю, ремонт в квартире сделать, а я тут ароматы буду предлагать, а вот этой позвоню, она, наверное, скажет, ты что вообще, какого ты обо мне мнения и предлагаешь мне какую-то дешевку. И вот эти наши с вами мысли, они нас мистерируют, не делать, мозг нам говорит, зачем тебе это вообще, ты мне другое сейчас пытаешься внушить, да? А вот если мы с вами подойдем с другой точки зрения, да, вот если у нас будет с вами другая цель, знаете, вот приглашение – это очень важный ответ нашей деятельности. Мы, когда через телефон приглашаем человека, да, тем самым мы продаем встречу с нами. И мы показываем человеку причину, причину, зачем ему надо прийти к нам. То есть подойдите с другой стороны, что стороны, что ли, полезности, интересности, не какого-то там вот скрытого, корыстного, да, интереса. То есть нам нужно выявить, человек должен захотеть внести. И самое основное, что при звонке мы не должны ему сразу все рассказать. То есть это как такой переходной мостик, приглашая человека по телефону, чтобы мы в дальнейшем, да, смогли бы привести встречу тет-а-тет, рассказать уже о продукте, о бизнес-возможности, да, протестировать. И сегодня я вам дам конкретные фразы, с которых можно начинать диалоги. Сейчас вы уловили мысль, ту, которую я хотела сказать? То есть через звонок мы продвигаем встречу с нами. То есть мы продаем себя, да, таким образом. И показываем человеку причину, почему он должен с нами встретиться. Мы преследуем свою какую-то цель, а преследуем причину. Это понятно, друзья? Дайте, пожалуйста, обратный ответ. Я вижу, что многие только-только присоединились здесь, потому что количество участников взросло. Вот, и хочется понять, аудитория слышит меня или нет. Супер, супер, спасибо, друзья, за обратный ответ. Итак, смотрите, конечно, вам нужен список контактов. Для него никуда. Это как ваше корпусе. И смотрите, первая моя рекомендация. Я вам рекомендую, через тем, как вы будете делать звонки, вы распределите людей на категории, что ли, да. Возможно, кто-то это, те, кто ищет зарплаты. Вы знаете, что человек в поиске, ему бы не помешали, например, дополнительные деньги. Кого-то вы в отдельных списках несете, кто любит по тюнту, кто постоянно ходит, там, за новичками сидит, постоянно в магазин вас тащит, пойдем, понюхаем, пойдем, там, распродажа и так далее, да. Или, допустим, кто много путешествует, бывает, в командировках, в дороге. Вы знаете, что вы, например, можете ему рассказать про кофе, да. То есть, когда вы так вот людей распределили, вы уже точно будете знать, в какой категории, где вы будете наиболее полезны. И тогда ваш разговор не будет таким, знаете, шаблоном. То есть, например, человек любит путешествовать, а вы ему тут бабах и бизнес предлагаете, да. То есть, вы, скажем, будете с ним на одной волне, и вы будете ему интересно, как собеседовать. Угу, поняли? Вот, то есть, вы определяете, вообще, куда вы человека приглашаете, да. Следующий момент. Это должен быть настрой, и вы должны говорить в деловом томе. Ну, здесь, знаете, тоже, ну, старайтесь переборщить. Потому что, если вы, например, звоните к какой-то, не знаю, своей подруге детства, вдруг так по-деловому говорите, да. Привет, Марья Ивановна, я тебе звоню по важному делу. У меня тут деловое предложение. Она скажет, ты что, вообще, стуны упала, ты вообще себя хорошо чувствуешь, да. То есть, вы, как минимум, будете выглядеть нелепо. Поэтому, конечно, зловой настрой нужен. Но дальше вы тоже поймете на следующем слайде, что я имею в виду. То есть, нужно вести разговор в правильном деловом русском. То есть, если вы, например, звоните по делу, то по делу мы говорим. А не отвлекаемся там на какие-то посторонние моменты. Не обсуждаем фильмы, не обсуждаем мужей, не обсуждаем жен и так далее. Понятно, да, о чем я имею в виду. Надеюсь, вы мои мысли тоже уловили. То есть, смотрите, вы поделили людей на группы, да, и тем самым вы можете в каждой группе прописать шаблон ваших вопросов, ваших прав. Тогда вам будет легче. Тогда вы будете видеть вот эту вот архитектуру звонка. И вы, как режиссер, да, можете модулировать вот эту телефонную встречу. Почему важно первое время даже прописывать, я тоже так делаю, потому что впервые, да, когда вы впервые звоните, даже там второй, третий раз, у вас мысли путаются в голове, язык заплетается. И, соответственно, вот этот вот шаблон, он вам просто-напросто будет помогать. Он вам будет в помощь. Когда у вас за спиной будет 50-100 приглашений, вот тогда вам шаблон уже будет не нужен. У вас и смысл будет быстрее речи, речь будет поставленная, правильно, в беловом тоне. Вы будете уже просто профессионалом с результатом. Вы будете уже с нами бывать в такие школы. Следующий момент. Во время разговора нужно обязательно улыбаться. Это, знаете, такой прием, который используют все лидеры, все MLM предприниматели, люди, руководящие в должностях. Вот как вы думаете, я сейчас разговариваю с вами, улыбаюсь, у меня хорошее настроение? Вам приятно слушать мой голос? Да, да, конечно же, да. Представляете, если бы то же самое я говорила с каким-нибудь каким-то красивым настроением, вот что достало. Как вы думаете, вы меня сейчас слушаете, вам приятно меня слышать? Я вообще в хорошем настроении? Вот я сейчас убрала улыбку. И, понимаете, речь вроде то же самое, а звучит по-другому, да? Даже если вам человек отказывает, вам на отказ с улыбкой будет проще ответить. Поэтому всегда улыбка. У меня она, правда, уже, наверное, как что-то профессиональное. Я не представляю, например, где я была вебинар, вот, и сидела такая угрюмая, угрюмая. Я понимаю, что через даже вот монитор экрана мы с вами друг от друга заряжаемся, да? Я вам делюсь информацией, в чем-то вам полезно. Вы даете обратную связь, меня это тоже подзаряжает, да? Так что я вижу там отзывы, ой, классно, спасибо, вы мне помогли, и так далее, и тому подобное. Понимаете, идет такой вот обмен энергии, поэтому улыбайтесь, вам это всегда в жизни поможет. Ваш человек посылает, а вы ему спасибо, хорошего вам дня. Знаете, как это действует, если человек просто назад в топор встает? Я на самом деле прошла тоже определенный путь, когда работала по найму. Именно так мы делали, когда заходили в магазины, нужно было там с директорами пообщаться, сделать там предложение, и люди же везде одинаковые, есть ли неадекватные, есть там вообще там достали все, тут конец через пять минут. А ты улыбаешься и говоришь, вообще, хорошего вам дня, отличных вам продаж. И в следующий раз вы совершенно по-другому себе уже начинаете относиться. Ну, и, конечно же, быть в хорошем настроении, да. Что значит в хорошем настроении? Да это значит, что мы должны, вот знаете, прописаться вот этой вот идеей. Не просто вот, да, у меня сегодня хорошее настроение, дайте я позвоню. Вас должна жить вот эта идея. Вот эта идея вас должна двигать. И вы, соответственно, этой идеей заражаете людей. Вот почему бывает так, что у мазычков получается быстрее и лучше? Потому что они, знаете, все такие эмоции, у них глаза горят, и люди идут за ними, сами не понимают, почему. Потому что они вот настолько вот рассказывают об этом интереснее. Тут, конечно, важно тоже не переборщить, чтобы не подумали, что-то там лежало из определенных мест, но в нормальном, по-другому соотношении. То есть наш бизнес двигает по большей степени идея. Идея у нас есть потрясающая, классная, да. Классный продукт, классная компания. Идея на потреблении зарабатывать, да. Идея на рекомендациях зарабатывать. И сегодня еще, можно сказать, первая половина дня, ну, уже у кого-то вторая. Я не знаю, как у вас, но, например, у меня день начался с того, что я выпила чашку кофе. Через какое-то время я выпила еще чашку кофе. Я, естественно, помыла посуду с креслом, с длинбаббл, вся помыла в лесу, и я еще поставила стирку тоже, соответственно, с длинбаббой. То есть я думаю, что за сегодняшнее утро я уже рублей 100 заработала. Вы представляете, классная же идея. Я вот вроде бы еще и не работала, ничего не делала, а деньги уже заработала. И вот вы когда понимаете, вот эта идея классная, я вот реально хочу поделиться этим, там, не знаю, с мамой, с сестрой, с соседкой, с врачом, который мне там спас жизнь моим детям и так далее. Вот когда мы с вами, например, в обыдренной жизни некоторые вещи делаете, не задумываясь, делись в фильмах. Всегда люблю показывать пример, что сходили в кино и рекомендуете какой-то фильм, да? Вы это делаете так легко, не задумываясь, люди идут, потом смотрят. Вы просто за это ничего не получаете, и поэтому так вот легко это делаете. Но почему-то, когда встает вопрос о том, что это просто как работа, да, вы за это будете деньги зарабатывать, у людей прямо вот как переклинивают. Топор, да, в какой-то момент происходит, и люди уже все, ставят себе какие-то барьеры, настраивают себя на совсем другой исход и вообще боятся это делать. А если вы чистый и риск не рекомендуете, вам же не страшно. Вы же заряжаете людей, что вообще такой вот фильм, давай сходим, я прям второй раз пойду, да, вообще, да, и такое творилось круто, все, идея, и люди идут, узнают свою идею. Также с вами мы должны не все эти идеи. Вы просто проникнитесь до конца. Я думаю, те, кто был на хамитах, они понимают, о чем сейчас я. А кто нет, ну, нужно просто довериться словам, да, максимально, конечно, побывать на мероприятиях, но мы сейчас находимся в историческом моменте формирования бренда, который через пару лет, там, пять лет, может быть, будет настолько популярен, что им будет пользоваться очень престижно. И вопрос, вы-то где будете находиться в этот момент? Логте кусать, что, что же я тогда вот не начала звонить со своим знакомым? Или вы сейчас это начнете делать? Угу. Про хорошее настроение, про идею. Поняли смысл? Пропитались этой идеей сами? Принимайте ее. Это действительно для вас так. Отлично. Угу. Здорово. Делимся дальше. У правил, у приглашений, извиняюсь, есть правила, да. Мы сейчас вот эти с вами правила проговорим. И дальше, через несколько слайдов, вы увидите шаблоны. Которые мы с вами отработаем. Итак, правила приглашения. Это же, конечно, краткость и концепность вашей речи. Смотрите, когда вы делаете звонок, вы должны быть максимально кратки. И человек вообще должен понять, вообще для чего вы звонили. Потому что, опять же, вы снесли, настроились, открылись, начали звонить и говорить, ой, привет, Маш. Слушай, все, набрай себе узнать, как дела. И Маш тебе начинает про все дела двухнедельной давности рассказывать. А вы думаете, в разговоре вообще где-то ставить про Армель. И пока она вам рассказала свою историю на полчаса, то можно начать и говорить, ой, ладно. В следующий раз. Сейчас вообще не до Армель. А время часа жизни, бабах, как рукой сняли, да. Бывало же такое. Наверняка бывало. Поэтому можно сказать, что, слушай, я с тобой обожаю общаться. Буду рада с тобой обсудить там все наболевшие темы, обсудить. Но сейчас я просто звоню по очень важному делу. И кратко, и латонично говорить. Потому что, когда мы ходим, знаете, вот вокруг, да около, вокруг, да около. Особенно это бывает с такими людьми, которых вы, например, лет пять не видели. Набрали смелости, набрали их номер телефона, начали им что-то предлагать говорить. А самый конкретный, не говорите. А человек на том конце, он понимает, что вы ему позвонили не просто так, но что-то как-то непонятно, вы вообще себя ведете. И с стороны действительно это звучит неадекватно. Поэтому, слушай, давно не слышали, тем более буду с тобой рад встретиться, я звоню по делу. И говорите в цель своего звонка. Это понятно? Раз, два, три. И обратная связь. Понятно. Отлично. Соблюдайте этикет делового общения. Используйте приемы выбор без выбора и осознанную паузу. Вот здесь я хочу постановиться немножечко подробнее. Что же такое выбор без выбора? Выбор без выбора – это когда вы человеку даете право выбора, но его ограничиваете. Например, да, например, вы сделали предложение и говорит тебе, когда удобнее встретиться, в понедельник или в среду? Тебе удобно завтра в три часа дня или в семь часов вечера? То есть вы даете выбор, но вы человека ограничиваете. И осознанная пауза – это тоже очень интересный прием, который в разговоре дает такой положительный результат. Например, вы говорите, Татьяна, привет, у меня к тебе есть интересное предложение, я хочу с тобой встретиться. И делайте паузу. И как думаете, да, в этот момент человек что скажет? А что случилось? А зачем? И начнется куча вопросов. А если вы говорите то же самое, например, Татьяна, привет, у меня есть к тебе деловое предложение, нам нужно встретиться. Тебе когда удобнее, в среду или в пятницу? И делайте ту же осознанную паузу. Человек начинает отвечать на последний вопрос. То есть поняли, что такое осознанная пауза? Отлично. Продолжаем. Итак, про выбор без выбора и осознанная пауза, я надеюсь, вы поняли. Всегда что-то сказали, посыл какой-то, несете ваша основная цель. Сделали паузу, человек отвечает. Следующий момент. Держите положение хозяина ситуации. Что это значит? Это не значит, что вы не должны слышать собеседника на другой стороне. Он может вам какие-то возражения сказать. Но, например, вы говорите там, тебе когда удобно встретиться? Тогда-то или тогда-то? А он говорит, слушай, вообще расскажи мне по телефону. И вроде как многие начинают вообще рассказывать свое предложение по телефону. Друзья, может быть, вы и расскажете это по телефону, да? Но человек должен быть на это настроен. Поэтому будьте хозяином сегодняшней ситуации. Вот у вас цель пригласить человека на встречу, да? И вы тогда в таком случае говорите, слушай, давай так, если тебе по какой-то причине сегодня неудобно ответить, да, или ты не знаешь, давай я позвоню тебе в следующий раз, и мы уже договоримся. Либо давай, давай так, давай я могу по телефону, но давай договоримся об отдельной встрече. Мне важно, чтобы ты был настроен на разговор, и мы с тобой максимально эффективно пообщались. Все, поняли, да? Вы находитесь в хозяином ситуации. Вроде бы и человека услышали, и все-таки вы владеете данной ситуацией. Используйте только понятные слова. Потому что, знаете, в моей практике было такое, что партнеры очень много делали звонков, а потом говорили, знаешь, вообще бизнес не работает, потому что я вот уже там отработала 100 звонков, а у меня результата нет. И когда мы начинали разбираться, что же такой человек вообще говорил, почему у него нулевая статистика, оказывается, использовались такие обороты фраз, как «Я тебе предлагаю работу менеджером, твоя основная задача продвигать продукт, делать маркетинговые исследования и тому подобное». И вообще от этих слов человеку становилось страшно. Вообще что такое продвигать, вообще какие исследования. А партнер мне искренне говорил, ну, по сути-то это так, по сути же мы это и делаем, по сути-то может быть по сути, да. Но, понимаете, ваши слова человеку непонятны, и он уже на этом этапе может ваше предложение отвергнуть. А на самом деле все гораздо проще и понятнее, да. Поэтому используйте обычные слова, которые будут понятны простому рядовому человеку. И, естественно, будьте позитивны. То есть, опять же, у вас должен быть свой такой внутренний настрой, вы сами должны понимать основной смысл вашей мысли, ваших слов. И, ну, естественно, быть настроены на положительный исход. То есть вы должны быть уверены в своем предложении на тысячу процентов, что оно сегодня самое лучшее, самое выгодное. Когда у вас будет такой металл в голосе, этот металл и людям передается. Когда у вас какие-то колебания, неуверенность, и это люди чувствуют и уже тоже на этом этапе могут вам отдать. Отказать. Я продолжаю. И, конечно, нужно ввести строгий учет и статистику приглашений. Вот знаете, все лидеры, которые достигли успеха, они все прошли через введение списка и много-много-много-много отказов. Вот если вы сделаете, например, тысячу звонков, вам 900 раз откажут, а 100 раз скажут «да», вам этого достаточно. Вам достаточно, чтобы из 100 человек, которые сказали «да», у вас выросла многотысячная структура. Но эти «нет» нужно тоже получить, и для этого нужно ввести статистику. Если вы делаете за полгода 5 звонков, вы, может быть, все помните, кто вам что сказал и тому подобное. Но если вы делаете в день 10-15, а то, может быть, и 20 звонков, вы представляете, какой поток людей, и вы уже просто не в состоянии вообще помнить, кто вам что сказал. И вот это называется именно учет и статистика. У нас в личных кабинетах сейчас появился просто прекраснейший инструмент, такой, как воронка рекрутинга. И все ваши наработки вы можете учитывать. Вот вы сделали столько-то звонков в день, занесли в воронку. Сделали столько-то встреч, занесли в воронку. А еще и список пополнили, и написали комментарии. То есть поймите, если вы сделаете это действие вашей привычкой, оно не занимает много времени. Ну, может быть, там, я не знаю, 10-15 минут на заполнение таблицы и воронки рекрутинга. Вам же не надо там целые посты писать. Вы просто пишите имя, фамилию, телефон, дату звонка, когда вам сказали. А тем более, если есть у вас шаблон правильный, грамотный, вы просто его заполняете. И выработайте в себе эту привычку. Давайте мы, может быть, сейчас друг другу дадим обещание, кто готов вести учет, статистику и заполнять те инструменты, которые нам рекомендует компания. Кто готов это делать? Да, можно напоминалки поначалу поставить. Такой будильничек, да, заполни табличку, вознаграждать себя как-то. Это уже, в принципе, другая тема, но вы просто поймите, что это нужно делать. Это должна быть привычка. Просто те, кто хочет действительно результат, у вас должна быть привычка. Вы же никогда не говорите, утром, например, встал, вы что делаете первым делом? Идете умываться, чистить зубы, да? Вы же никогда не скажете, что я поначалу это делала, а потом я просто перестала это делать успевать. Ну, просто вот смешно даже себе это представить. То есть вы понимаете, что это надо, чтобы пойти на работу, чтобы выйти из дома, чтобы в люди выйти. Вам нужно зубы почистить. Вот так же и здесь. Чтобы получить результат, это нужно делать. Те, кто работает в сфере продаж на работе по найму, вы же тоже делаете какие-то отчеты, таблицы, ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Я это делаю, я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Если мы не сдавали отчет, нам даже штрафы выписывали. То есть система-то она одна, она уже придумана. Вот, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, структура приглашения. Вспоминаем, да, что приглашение – это причина прийти к вам навстречу. Первое, что мы делаем, мы приветствуем человека, да, представляемся сами, называем свое имя. Мы должны быть вежливыми, человек должен понимать, с кем он разговаривал. Уточняете, да, кто вы, почему позвонили. Ну, опять же, если это подруга, здесь, конечно, не нужно говорить, мы с тобой подруги, поэтому я тебе звоню, будете выглядеть смешно. Вот, но, допустим, там, это Олеся Селезнева, мы вводим вместе деток в сад, там, или, например, в школу, или на теннис, и все, человек уже сразу понимает, с кем он говорит. То есть вы уже немножко лед приоткрываете. Вот, обязательно спрашивайте, удобно ли сейчас человеку говорить. Это очень важный момент, потому что бывает так, что вы позвонили, а не вовремя. Например, я стою там, не знаю, котлеты жарю, они у меня пригорают, а вы меня тут куда-то зовете. Я, естественно, вообще одним ухом там, а другим вообще в своих котлетах. Очень часто я вижу ошибки тех людей, которые звонят, вот, не знаю, как в ваших городах, но у нас очень часто звонят вот методом спама и предлагают, там, не знаю, ремонт, диагностику пластиковых окон, или зовут там на какие-то процедуры. Вот она, знаете, звонит и говорит, как я могу к вам обращаться? То есть они уже не понимают, кому они звонят, и начинают просто говорить шаблонными фразами. Такое чувство, что иногда просто вот открывают листочек и тараторят, как автоматы. И никто из них вообще не спрашивает, что, а вам сейчас вообще удобно говорить? Это настолько элементарно, поэтому никогда не забывайте, уточните, потому что если человек скажет, нет, не совсем, а что, вы ему можете смело сказать. Скажите, когда я могу перезвонить, когда вам будет удобно разговаривать. Затем вы должны сказать само приглашение. В самом приглашении должно быть как бы вот эта вот интрига, вот эта изюминка, вот этот момент продажи вашей встречи. Найти ту самую причину, о которой я сегодня так много говорю, чтобы человек захотел с вами встретиться. Дальше вы назначаете место и время встречи, используете технику выбор без выбора, да, помните об этой технике, и уточняете, да, все ли правильно вообще понял собеседник о времени и месте, еще раз уточняете, и подводите итог разговора. И обязательно я всегда прошу, если у тебя что-то изменилось, пожалуйста, сообщи мне, потому что я планирую свое время, и мне очень важно, если у тебя вдруг что-то изменится, чтобы ты меня заранее предупредила. Вот эту структуру приглашения я вам рекомендую либо сфотографировать, либо запишите себе вот этот вот скелет, и уже на этот скелет вы свои фразы накидаете. Успели сделать скрины? Друзья, кому не слышно, запись я делаю, возможно, кто-то делает еще, и мы запись скинем, главное, чтобы не подвела связь. Все, отлично. Еще раз давайте сконцентрируемся на важных аспектах разговора, которые у вас должны присутствовать в ваших приглашениях. Смотрите, настройтесь на то, не важно, сколько вы делаете приглашений, важно стабильно и ежедневно. Во-первых, вы выработаете в себе привычку это делать. Следующий положительный момент. Вы получите определенную порцию отказов, и вас это тоже приведет к результату, да? И еще один из моментов, вы научитесь это делать, вам это будет делать не страшно, вы будете делать это профессионально. Просто поставьте себе планку, пусть там не сразу 20 звонков в день, не 20 встреч, но если вы будете делать хотя бы, я не знаю, там 5-10 звонков в день, у вас всегда одна-две встречи будет. А вы представляете, вы просто посчитайте. Одна-две встречи в день, это где-то 5-8 встреч за неделю, да? За месяц это 35-40 встреч. И, соответственно, из 40 это, ну, как минимум 5 партнеров, как минимум. Это при самой плохой вообще статистике. А из 5 партнеров, извините, вы, может, начнете формировать сейчас 5 бриллиантовых веток. Может, это люди, которые серьезно придут в бизнес. Понимаете? А все-то начинается с 5 звонков в день. Классно же? Классно. Помните, что отказы – это нормально. Это нормально. Каждый из нас. Вот я вижу, что в чате присутствуют и мастера, да? И люди с высокими квалификациями. Вам отказывают? Или вам прям все сразу баты соглашаются? Алексей, напиши, пожалуйста, тебе вообще много раз в день отказывают? Если ты здесь, Алексей Нестеров, напиши, пожалуйста, у тебя много отказов в день? Конечно, конечно. Вот что и требовалось доказать. Любого лидера куча отказов. Вы думаете, мне не отказывают? Да, мне отказывают по 15 раз на день, потому что я, например, делаю там 30 диалогов в день. То есть это вообще нормально. Вы отметитесь. Это как самому себе разумеющемуся. Вы же тоже очень много отказываете людям. Ну, при этом люди же не пошли, не повесились, да? Старайтесь в беседе не использовать частичку «не». Используя частичку «не», вы программируете себя и собеседника на отказ. Например, а не хотите ли вы попасть на дегустацию ароматов компании «Армель»? Нет, не хочу, спасибо. А не найдете ли вы минутку свободного времени, чтобы я с вами поговорила? Нет, не найду. Вот эта частичка «не». Старайтесь ее вообще из своего обихода. Да, отказали, улыбнулся и к следующему. Мы же с улыбкой все делаем. А старайтесь, наоборот, использовать слова, такие, как... Не старайтесь использовать такие глаголы, как «надо», «должен», «обязан». Люди не любят, когда вы начинаете их учить. Она, понимаете, может быть, на работе работает главным бухгалтером, а вы тут такая звоните или такой, и говорите, тебе надо срочно узнать о предложении, которое появилось на рынке. Ты просто должен со мной встретиться, просто обязан. И у человека такая раз- и обратная реакция. Ну, так человек устроен, что вот на любую новую информацию он реагирует как кослый. А если вы начинаете ему что-то доказывать, доказывать, что он неправ, он ничего не понимает, то он еще больше упирается как кослый. Нет, не надо. Будьте позитивны, скажите, не хочешь, ну ладно, слушай, давай в другой раз, я тебе позвоню в другой раз, мне кажется, что, ну, все равно нам нужно встретиться, но окей, хорошо, ничего страшного, давай в следующий раз. Мне приятно было услышать твой голос. Понимаете, все другой уровень разговора. Вы находитесь в такой лидирующей позиции над человеком. Используйте такие слова позитивно заряженные, как прекрасно, приятно, замечательно, отлично, там, окей, армельно. У нас сейчас тоже с детьми такой прикол, как дела, армельно, да? После саммитов мы тоже... Вот, слава богу, да, кофе, гоу! Оль, спасибо! Да, кофе, друзья! И все вот так сейчас, гоу! Прокричали за своими мониторами, вообще класс, супер! Итак, наша задача договориться о встрече, на которой вы начнете процесс вовлечения кандидата. Да, вот там вы уже будете рассказывать о продукции, возможно, о бизнесе. А знаете, кстати, тоже с некоторыми... Иногда даже непонятно, вот вы с человеком давно не виделись, и вы не знаете, что ему лучше предложить-то, продукт или бизнес. Да просто встретьтесь, я с тобой давно не виделась, давай кофе вместе попьем. И вот когда вы спросите, ну чё, как дела, ты почему вообще решила-то со мной встретиться? И человек вам вылит свою душу, и вы поймёте, что ему нужно предложить. Классно же? Двигаемся дальше. Вот сейчас у нас как раз-таки будут примеры приглашений, и первое приглашение, это, ну допустим, вы звоните там подруге знакомой, там, привет, Маш, я взяла шаблон нашего лидера, Татьяны Кравченко, мне он очень понравился, не стала переделывать авторские права. Вот, ну вы звоните, например, говорите там, привет, Маш, это Олеся Слизнёва, тебе удобно говорить? Да, привет. Маш, нужна твоя помощь, я прошла курс по аромо-стилистике, сейчас мне нужна модель для индивидуального подбора аромата. Поможешь? Будешь моей моделью? Да, давай. И вы переходите, да, есть время на четверг, в 17.00, и на субботу 12. Тебе когда удобнее? Вот он, выбор без выбора, вот она, осознанная пауза. Давай во вторник, давай, отлично, записала тебя, жду во вторник в 17.00 по адресу. Знаешь, где это? Да, знаю. Если что-то изменится, предупреди, пожалуйста, до встречи, буду рада тебя видеть. Так? Еще мне очень нравится тоже приглашение, вот здесь вот, что вы, допустим, прошли по курс по аромо-стилистике, а может быть, вы его не прошли, да, и не нужно обманывать человека. Ваша задача не затащить обманными путями, потому что человек, когда встретится, он поймет, профессионал вы или нет. А можно просто, например, сказать, слушай, я тут занялась такой интересной темой, я состою в парфюмерном клубе, знаю, что ты тоже любишь ароматы, хотел тебя пригласить на аромодегустацию, так как я являюсь членом клуба, тебе можно прийти бесплатно, пошли со мной. Вот так вот просто, ненавязчиво, совершенно доступными словами можно пригласить навстречу. Согласны? Как вам такие приглашения? Реально сделать это несложно, позвонить подруге и пригласить на аромодегустацию. Несложно, отлично. Берем за заметку, да, будем с вами это делать. Следующий пример приглашения. Тоже очень важно, вот здесь как раз таки вы звоните, допустим, человеку, который, возможно, сегодня больше вас зарабатывает, но смотрите, привет, Антон, это там Олеся Лизнёва, тебе удобно говорить? Да, привет. Антон, я знаю, ты работаешь в банковской сфере, нужно встретиться. У меня к тебе, возможно, возможно, будет деловое предложение, и, возможно, мы будем полезны друг другу. Тебе когда удобно? Во вторник в 15 или в четверг в 12? Давай во вторник, а что за дело-то? Расскажи в двух словах. Антон, дело важное, не телефонный разговор, именно поэтому и нужно встретиться. В кофейне на Ленина удобно будет? Или жду тебя в офисе? Опять же, да, удобно. Хорошо, договорились, до встречи назначаем. Время, место, если что-то изменится, предупреди, удачного дня. Смотрите, какой здесь плюс. Во-первых, вы понимаете, что этот человек, возможно, сегодня в статусе выше вас и зарабатывает больше вас, и не нужно бояться звонить таким людям. Наоборот, вам, те, кто хочет получить результат, вам нужно как можно чаще обращаться к людям с предпринимательской жилкой, с предпринимательским мышлением, которые готовы быстро принимать решения. Не те, кто будет полгода вообще бояться с вами встретиться, а вдруг духи плохо пахнут. Вам нужны люди активные. И вы звоните, допустим, своему какому-то приятелю, вы понимаете, что он очень деловой, классный человек, и вы это ему констатируете в своей фразе. То есть, Антон, я знаю, что ты в банковской сфере работаешь, ты очень деловой человек, и именно поэтому, возможно, у меня есть к тебе предложение, может быть, оно будет тебе интересно, может быть, нет, но надо встретиться, обговорить. Понимаете? То есть, такие люди, которым действительно по жизни интересно, которые к чему-то стремятся, у которых есть цели, амбиции, им действительно может быть интересно. И когда у вас долго бывает нет результата, может быть, вы просто не к той целевой аудитории обращаетесь. А вот эта, такая вот целевая аудитория, мне, например, очень нравится. Да, с ней сложнее, да, с ней страшнее поначалу, но результат больше и лучше. Вы же хотите профессионалов себе привлечь, или хотя бы людей амбициозных? Вот и привлекайте, не бойтесь. Может быть, человек сидит и ждет этого предложения, но у него лампочка на голове не горит, что я в поиске. А тот раз и вы. Я очень знаю много историй, когда люди приходят в бизнес из традиционного предпринимательства, и здесь успешно развиваются. Вот. Классный же, классный пример, классный шаблон. Кому понравился? Кто не будет бояться звонить людям, которые в статусе выше вас, ну, на сегодняшний день, которые зарабатывают больше вас? Я не буду. Светлана написала, я не буду. Ну и зря, Светлана. Ну, поговорите на эту тему со своим наставником, объясните ему свое видение, я думаю, что, возможно, просто у вас еще нет... Арь, в смысле бояться его на звание, все круто, круто. Отлично, отлично. Двигаемся дальше. Вот шаблон. Когда вы звоните по рекомендации. Добрый день. Светлана? Да, добрый день. Опять же, меня зовут Олеся Лизнева. Вас мне порекомендовала Лидия. Она наш общий бухгалтер, например. Вам удобно говорить? Да, говорите. Смотрите, здесь классное присоединение. То есть, когда вы бы просто сказали, меня зовут там так-то, меня порекомендовала Лидия, она бухгалтер. Все, вы с человеком далеко. Но когда вы говорите, что она наш общий бухгалтер, все, у вас чуть ли там не общее дело с этой Лидией. Ой, с этой Светланой. То есть, все, ниточка, вот эта вот связь, вот этот вот мостик, он уже чувствуется. Вы чуть-чуть лед растопили, и человек уже вас активнее слушает, да, он понимает, что, может быть, вы там в одной сфере, или у вас, по крайней мере, есть такой общий один человек, и вы вроде бы уже как и знакомы, да, с ним всю жизнь. И вы говорите, да, что у меня есть бизнес там в сфере маркетинга, может, любое слово потребить там в сфере красоты. И вот я работаю с салонами, и я именно так и представляюсь, да, что у меня есть к вам деловое предложение в сфере красоты, потому что я понимаю, что человек работает там, то есть эта тема близка ему. Либо можно сказать там торговля, маркетинга и так далее, и у меня есть к вам выгодное предложение. Надо обсудить, да, когда вам будет удобнее встретиться, сегодня или завтра. Лучше завтра. А что за предложение? Я не ищу работу. Да-да, Светлана, я понимаю, я вас не нанимаю на работу, но предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Давайте как раз все и обсудим, да. И вы назначаете, опять же, встречу, уточняете. И, опять же, вы пригласили на встречу хорошего человека. Вот, спасибо, Катя, за уточнение. Знаете, что я вам еще хотела сказать? Вот, желательно, когда вы приглашаете человека на встречу, в ваших вот этих вот шаблончиках, заготовках, желательно не должно встречаться слово «компания Армели». Знаете, почему? Давайте с вами такой тест проведем. Я вам сейчас скажу два слова, и вы напишите, кто что представил. Хорошо? Хотите такой тест? Коротенький буквально. Да. Смотрите, я вам говорю. Черный карандаш. Пишите, кто что представил. Хорошо? Черный карандаш. Ну, черный карандаш, какой он может быть, да? Кто какой представил? Простой карандаш. Так, я представила карандаш черного цвета. Вот кто-то представил карандаш визажиста, да, может быть, карандаш для глаз, может быть, карандаш для бровей. Вот кто-то длинный представил карандаш, кто-то косметический, Кто-то, видите, карандаш, который на стене рисует, просто карандаш. Вот на самом деле, когда со мной проделывали то, что такое, то есть я представила простой карандаш. А на самом деле, видите, для губ вообще, чёрный карандаш она для губ представила. Поэтому, а я сказала всего два простых слова, чёрный карандаш. И вот когда вы говорите «бизнес армейд», у человека может сложиться в голове всякая фигня. Честно вам говорю. То есть у него может сложиться неправильное представление. Люди же обычно откуда информацию черпают? От подружки, которая неудачно стартовала в каком-то проекте. От интернета отзывов. А то, что вот у меня подружка какая-то начала, а потом вообще ушла в другую компанию, тоже парфюмированную, и сказала, вообще духи армейдом вообще не пахнут. Поэтому, чтобы у вас вот этого не возникло, лучше не употребляйте. Конечно, не стоит вопрос, если человек начинает пытать, но вы в любом случае скажете, но если человек говорит, что «Ой, да я уже это слышал, мне это неинтересно», вот именно поэтому я хотела бы с тобой встретиться. Мне очень важно, я не знаю, от кого ты слышала, но мне важно, чтобы ты услышала информацию от меня, да, найди, пожалуйста, для меня там 10-15 минут, вот, я с тобой там кофе хочу попить, обсудить. Либо может быть какой исход, что вы, например, говорите, ты знаешь, именно поэтому мне важно с тобой встретиться, я только начинаю этот бизнес, и мне действительно очень важно услышать, может быть, я в чем-то недоразобралась, потому что очень часто люди, которые говорят «нет» нашему сегодняшнему предложению, у них действительно просто неправильное представление об этом бизнесе. Но это вообще нормально, и когда у вас диалог выстраивается на таких вот возражениях, которые вам нужно отрабатывать, люди часто просто досмысляют ваше предложение и потом приходят в бизнес. Поняли, о чем я имела в виду? Очень, вот, был у меня слайд, где я говорила, сейчас, секунду, примеры, да, ладно, не буду сейчас искать, уже время подходит к концу, люди часто звонят тем, кто ищет работу, и я не люблю такие звонки, потому что, когда мы звоним, например, по объявлению, мы предлагаем человеку работу, вы заведомо его тоже обманываете, потому что мы не работу предлагаем, мы бизнес предлагаем, мы совершенно с новой концепцией на рынке, а те люди, которые ищут работу, у них другой склад ума, они ищут работу по найму, они не мыслят мозгами предпринимателя, не мыслят мозгами сетевика, и вы просто можете очень много бесполезно тратить времени. Да, опыт у вас будет, но не такой результат, который вы хотите. Вот, Светлана, смотрите, вчера встретилась девушка, когда раздавала визитки, она с НЛ, сказала, что про Армель слышала, но выбирает свою компанию, у них закуп на 8 тысяч и возвращается 1000 рублей. Слушайте, здорово, это классно, что человек нашел свою компанию, но здесь, опять же, два сценария. Первый сценарий, что она только новичок, и она еще вообще вот с такими круглыми глазами, ничего вокруг не видит, не слышит и не замечает, либо она уже, допустим, с результатом, и здесь уже просто по каким-то этическим возражениям она не уйдет. Первое, что нужно сказать, это, конечно же, похвалить ее выбор. Но, опять же, можно сказать, слушайте, мы развиваемся в одной сфере, и именно поэтому мне интересно будет с вами пообщаться. Давайте с вами встретимся, кофе попьем, заодно и познакомимся. И вот здесь-то вы говорите, слушай, дорогая, у вас закуп на 8 тысяч, каждый месяц у тебя в структуре все прям вот 8 тысяч делают закуп. Вот вы представьте, в среднем зарплата 10-15 тысяч, и 8 тысяч нужно сделать закуп, да, потом продукт, с которым они работают, насколько его легко продвигать. Задайте вопросы, ее-то как дублицируют, да, может быть, у нее есть источник дохода, ей ничего не стоит 8 тысяч из бюджета выставить. А те люди, которые приходят зарабатывать, а должны постоянно вкладывать, они просто не видят денег, и они уже вот по гладу устали от этой компании, они хотят зарабатывать, а тут раз, и вы с таким предложением. Знаете, сколько людей пришло в мою структуру, которые просто устали работать без результата, и масса примеров таких, кто просто вот именно разложил все по полочкам. Здесь просто всегда цифры, факты и так далее. Вот, поэтому, поэтому, поэтому... Все, не отвлекаюсь дальше, да. Так, смотрите, продавайте те сапоги, которые носите сами, то есть прежде чем что-то кому-то предложить, вы должны сами для себя сделать собственное мнение о том продукте, да, о той компании, с которой вы сотрудничаете, о том окружении, о тех людях. Вот тогда вы будете искренне говорить, и люди вам будут верить. Вот те, кто был на событии, я вот даже через комментарии вижу совершенно других людей, искренних, зажженных, открытых, с чистым сердцем. Вот поймите, у нас компания, она именно создана, да, с заботой о людях. Может быть, поэтому такой идет бурный рост, да, такое развитие, потому что цель такая чистая, открытая. И может быть, поэтому многим и вознаграждается то, что они где-то много-много что-то делали, а сейчас раз и попали вот в это движение, вот в эту идею. И если вы сегодня начнете делать именно с тем посылом, который пыталась я донести сегодня вам, вы представляете, что будет? К вам вопрос, вы представляете, что будет? Друзья, если вы сегодня проникнете с идеей, начнете делать звонки, искренне приглашать вот на эту идею, учитывать желания людей, потребности людей, будет все супер. А знаете, будет что? Будет скоро, уже через полгода, событие премиум 2018. Вы видите вот этот вот шикарный зал, он еще пустой, и вот сейчас вы просто завизуализируете место в зале свое. Сделайте это сейчас. Где бы вы вот хотели сидеть? Сделали? А теперь представьте, где сидит ваша команда и сколько это человек. Вот если вы сегодня примете решение делать действительно реальные действия, которые, несомненно, приведут вас к результату, будет вот что. Вот они, ваши люди, которые уже сидят. А там дело уже самого события. Знаете, когда мы сидели на премиум 2017, я помню слова Александра Шудегова, когда мы собирали это событие, она говорила, в первые минуты вы начнете испытывать чувство сожаления, что вы не привезли сюда больше людей. И реально это было, это было настолько искренне было, знаете, когда там на сцену выезжал Мерседес, когда вот эти вот софиты на сцене, музыка, позитив, такие приглашенные гости. А вот в этом году, когда вы зайдете только в холл зала того, где будет событие, уже с первых секунд пожалеете о том, что не вывезли сюда команду. Поэтому, да, аж мурашки, вот честно, у меня тоже мурашки. Поэтому завизуализируйте вот эти две картинки, поставьте себе планку, сколько процентов вы хотите в зале видеть ваших людей. Вот такой процент от товара оборота будет в компании. Только сегодня я была на связи с президентом компании. Представляете, он сказал, что товар оборот по кофе в мае уже больше, чем в апреле, когда была акция. А сейчас нет акции, сейчас еще не конец месяца. Представляете, какой товар оборот будет. И вы можете быть в каком-то проценте от этого товар оборота. Просто потому, что вы когда-то рассказали о классном продукте, дали попробовать, и человек захотел употреблять этот продукт. То, что он сразу не побежал и не купил, это нормально, потому что наши потребительские привычки, они настолько привычны людям, что они как-то быстро поменяют там один магазин, а другой боятся, что ли, не делают это быстро. Но когда это осознание, понимание приходит, все, там уже все просто момент времени и цифр. То есть, смотрите, вы четко должны понять, что такое сегодня Армель. Армель – это компания, которая создает крутые, классные продукты, которые скоро будут очень-очень-очень популярны. И у нас с вами есть четыре рынка, и каждый рынок – это своя ниша. То есть, компания развивается настолько правильно, что выбираются такие направления, которые наиболее денежные. Кофе – это второй рынок после нефти. Духи – это тоже огромный выбор. Но скоро кофе, возможно, и вытеснит парфюм по товару обороту. Проникнитесь этой идеей, не бойтесь, уберите свои вот эти стереотипы, что это дорого, что это никому не нужно, и что о вас подумают. Да люди всегда будут о вас что-то думать. Хорошее, плохое, вам какая разница, что они будут думать. Вы просто делайте это с чистым сердцем, с чистой совестью, с открытым взглядом, с улыбкой на лице. Договорились? И до встречи вот на этом шикарном событии. У нас куплены билеты были сразу, как только компания объявила продажу. Я очень надеюсь, что на этом событии вы уже будете присутствовать не просто гостем, а, возможно, вы будете на сцене. Кто бы хотел выходить на сцену как обладатель автобонуса? Хотели бы быть на сцене, чтобы ваше имя объявили, что обладатель автобонуса, там, например, Олеся Халезина, Екатерина Сухова. Классно же? Классно. И у вас эта возможность сегодня есть. За 2-4 месяца можно сделать автопрограмму, получить автобонус, но нужно сегодня просто начать простые действия. Поэтому просто приглашаем, делимся информацией и отрабатываем нашу базу контактов. Я надеюсь, что я вам сегодня была максимально полезна, поделилась своими наработками, фишками. Скажите, друзья, у вас остались какие-то вопросы? Время, конечно, неумолимо бежит, но мы здесь очень много выясняли со связью. Вот. Так, жду прям полминутки насчет вопросов. Спасибо за полезную школу, спасибо за позитив. Пожалуйста, пожалуйста, друзья. Так. Ой, Артем. Артем Тимофеев, привет. Представляете, как приятно, когда присутствует наставник, изумруд компании. Представляете, даже изумруды обучаются, еще и благодарят. Спасибо, Артем, тебе, что присутствовал на школе. Ну что, вопросов нет? Побежала действовать? Вообще класс, класс. Смотрите, вопросы могут возникать в ходе действий, поэтому всегда будьте на связи со своим спонсором. Спонсор достается тем, кто его достает. И, соответственно, чем чаще вы будете вот на этой связи с активным человеком, да, в вашей структуре, тем быстрее у вас будет результат. А именно его я вам и желаю. Спасибо, что провели этот час совместно со мной. Желаю вам всем хорошего субботнего дня, продуктивно поработать, хорошо отдохнуть и до встречи, до связи. Всем спасибо, всем пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.